Приказ о ведении военного положения на территории Луганской Народной Республики. В связи с началом боевых действий в одностороннем порядке со стороны Украинских вооруженных сил на территории Луганской Народной Республики приказываю ввести военное положение на территории Луганской Народной Республики, объявить полную мобилизацию на территории Луганской Народной Республики. Глава Луганской Народной Республики Болотов ВД. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, председателю Государственной Думы Российской Федерации Сергею Нарышкину, председателю Совета Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко. Обращение. Сегодня в 4 часа утра украинские вооруженные силы совершили акт агрессии в отношении мирного населения Луганской Народной Республики. Ответом на обращение к правительству Украины с требованием немедленного вывода всех вооруженных формирований на нашей территории украинские вооруженные силы развязали кровопролитие мирного населения, городов и сел Луганщины. Руководство Луганской Народной Республики обращается к вам с просьбой ввести миротворческие войска на территорию Луганской Народной Республики. Российская Федерация в лице ее официальных представителей и Народно-братской России признала и поддержала проведение референдума о создании независимой республики на территории бывшей Луганской области, жители которой воспользовались естественным правом народа на самоопределение. Результаты его оказались настолько впечатляющими и убедительными, что не осталось никаких сомнений. Народ сделал свой выбор, однозначный выбор, но нелегитимная, непризнанная Юго-Востоком Украины власть в Киеве, совершавшая государственный переворот, пытается навязать нам свою волю с помощью откровенного насилия. Она проводит карательную операцию против народа республики, поддерживаемую ее западными партнерами. Ее войска, как регулярные, так и набранные из добровольцев и националистов, продолжают оккупировать часть территории Луганской народной республики, развязав откровенный террор против местных жителей и угрожая жизнедеятельности молодого государства. У нас нет достаточных сил для полного изгнания иностранного агрессора с нашей земли. Россия уже не раз требовала прекратить карательную операцию против Донецкой и Луганских народных республик. В ответ националистическая власть в Киеве только расширяет масштабы агрессии, убивая мирных жителей и нанося материальный урон. Все предложения по мирному урегулированию межгосударственных отношений действуют на нее, как красная тряпка на быках, создавая видимость диалога. Хунта на деле продолжает убивать, сознательно планируя создание гуманитарной катастрофы. Предотвратить гуманитарную катастрофу, спланированную от имени Украины, ее нелегитимным правительством может только вот миротворческих войск России. Мы не сомневаемся, что братская нам страна рано или поздно примет такое решение. И мы надеемся, что принято оно будет раньше, чем на территории Луганской народной республики разразится гуманитарная катастрофа, искусственно создаваемая на нашей территории националистическим правительством сопредельного государства Украины. Продолжение следует...